9 декабря наша страна отметит один из самых молодых, но в то же время самых почетных праздников – День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена указом президента в 2007 году. 9 декабря в России ежегодно чествуют тех, кто за ратные подвиги удостоен почетных званий – Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации, а также полных кавалеров Ордена Славы и Кавалеров Ордена Святого Георгия и знака отличия Георгиевского креста. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила Орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. В советские времена высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года. Официально сообщается, что за 57 лет существования этого звания «Золотой звезды» были удостоены 12 772 человека. Всего же, по данным интернет-портала «Герои страны», ныне этого звания удостоены 1002 человека, 459 – посмертно. В Славянском районе чтят и хранят память о своих героических земляках. В этом году по решению сессии совета еще двум школам были присвоены имена героев. Таким образом, все 35 школ района теперь носят имена Героев Советского Союза, социалистического труда, Героев России. В понедельник в учебных заведениях пройдут торжественные линейки, митинги и классные часы, на которых ребятам еще раз расскажут об их героических земляках. Празднование Дня Героев Отечества – это возвращение к славным традициям нашей Родины, дань уважения к Героям России. Ведь, как известно, героями не рождаются, ими становятся. Неважно где – на войне или на пожаре, при спасении жизни людей или за особые отличия в труде или спорте. Золотые звезды льют из одного металла, независимо от того, чем прославился человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова